Всем привет, с вами Herakul для Pocket Strategy, записываю ввод, будем писать Zoom 10, попробую покатать. Статов почти ни на кого нет, так что будем играть немножко по тайтове. Вот, ну по дефолту тут нужно много стилить, валет 10 открываем. Так, не знаю как, два столика, получаем сразу 3 бета, колл 3 бета, против неизвестных вообще не хочу выставляться с валетами, все посмотрим на его сайдинг и вообще будет ли он ставить. Наверно в таком мультивее я даже буду выкидывать, не думаю что он туз король, туз даму тут будет ставить. У остальных рук там equity, даже у коннекторов там у нас coinflip, он долго думал, поставил, ну ради прикола, давайте посмотрим. так, стройками просто cbet, поскольку чувак неизвестный. С 3,6 похож на регуляра, давайте затребетим. Да, без статов конечно играть не очень хорошо. Ну что делать? Так. 8,6 конечно же защита, вообще не попадаем. 4,5 стандартный плев 3 бет, стандартные спектры. король 10 защита, на 5 не попадаем. мы будем ставить две улицы, ну и одной хватило. пятерочки. В этих позициях один cbet я проколирую. ну если все чекают, то сами поставим. в карманную пару я конечно выбью. нот флеш нет. какие-то дро будем выбивать с король валет. нам это удалось. 2,3 пас, даже не буду защищать на минстил, если он будет. Ту-6 если все дадут, будем стелить, нет пас. Ту-6 без информации, из итоге пас, с этим пэм открывался. просто пас, пас. нам зашли буби. туз-3 с баттона стил этого. почему-то он отмечен как жирный фиш. отметим его как фишерек. вроде статы нормальные. дама 8, не будем защищать против мп. король валет 3 бет. а квак. это квак. это квак. это вообще нормальный фишерек. он раньше в фолл ринг играл, но зачем-то ушел в зум. хоть он и в фолл ринг вообще не бил. регбека сейчас нет. 9,7 сайзинг, но не очень большой. проколирую. на 80 центов я бы скидывал, он поставил 70. немножко выгоднее коллировать. на чеке ставлю, в ответном чеке с такой слабой парой. value мало. мы на ривере все равно не доберем ничего. а любая там оверкарта. и он поставит и вообще фиг знает что делать. так, полбанка ставим. можно даже меньше теоретически. думаю, полбанка нормально. короли, чувак с болгарии. наверное рек. 7,8 он почему чекает. буду ставить стандартные полпота. если он будет играть чек-кола, то скорее какая-то сильная восьмерка, чем король. в таком, в такой борт. 5-2 тут хобби игрок. у него стелить не очень. просто. лимпим. пытаемся украсть пот. сразу отмечаем, которых мы считаем регами. так, это че такое. у него маленький стэк, но все равно тут изолируем 4 бб, думаю. чтобы стэкнуть его на терне уже. на флопе поставим много и, мол, на терне. король 5. непонятно. здесь уменьшаем сайзинг. нам ничего не доехало. чек-фолд. у нас было неплохого комбо дро, но у него 2 пары. на терне против фишей можно с дровами уменьшать сайзинг, чтобы дешевле купить. а если бы мы на терне не доехали, я бы наоборот увеличил сайзинг. то есть что-то типа рега, поэтому выкидываем. туз-3. ой, туз-4 буби. без статов я блеф 4 бодить не буду. даже дефолтные спектры. поскольку я не знаю тенденцию регуляров зума. поэтому даже валит 9 выкину. чуть-чуть информации мне нужно, чтобы как-то играть такие руки. король-8 на флапе дефолтный колл. на терне он продолжает ставить. наша пара уже не годится. пока что пробую играть жесткие АБЦ. валит 4 и вот эти типы регуляры, так что попробую у них постилить. саниту. это зум. 10-9. не хочу сквизить без информации. просто колл. туз-8. с одномастными. лучше бы блеф 3 бетнул. да и можно с одномастными было. пас не ошибка. так вот этот РВС это сразу отметим как рег. не пытаемся тут украсть банку хобби игроков. потенциальных. этот чувак фолдит, поэтому будем у него стелить. хорошее. хорошее борт лица бета. в такой не попадает нормальный спектр. да. фишерек с фулл хаусом решил чекнуть на терне. хотя в этом никакого смысла нету. ну да, добрал он пол банка с меня и что. хотя если у меня была б рука, он бы не добрал еще больше. так. вот так тут типа рег, поэтому ставим. из Латвии, да. cooldown будет. что за пол банка. туз хорошая карта. если у него там тузык, то он нам теперь платит. 9.3. непонятно чувак, не будем стелить. 9.10. опять такая же ситуация. я не хочу сквизить без информации. просто коллируем. коллируем. колл тоже очень плюсовый. коллируем на OSD, на FlashDraw, на 2 пары. но иногда и топ пара будет ходить, но не всегда. 10. ну давайте откроем для разнообразия. так, непонятно чувак из России. давайте поставим. не будем думать уже потом. такую слабую топ пару я не хочу чек колить. чек колить можно, например, там туз 10, король 10. попадаем в топ сет, но здесь нужно ставить. в такую структуру борда, любые карманы пары нам платят. это если бы у нас был топ сет королей, например, вместо десятки туда. туз валет я сыграю чек фолд. просто спектр кола тут попадает в этот, ну, минрейс. что такое 8-9? это ничего, да? да, ну что-то он поставил меньше, чем полпота. а, он на большом блайде, блин. я думал, он на баттоне, что я не стал ставить. так, мы попадаем в нац. думаю, добрать мы тут можем только чек рейзом, если у него валет. ну, саблефов тоже. саблефов мы и так, и так. только чеком сможем добрать. валет 9 защитили на ББ. просто прочекуем. теперь уже нужно ставить. ставить по нормальным сайтингам. король валет будем матча кола играть. вторая пара для этого вполне подходит. стоп кикером. теперь у нас две улицы вэлью. теперь тем более. здесь, конечно, сложно на ривере добрать, но он может себя залевелить и с какими-нибудь девятками нам заплатить, положив нас на флэш-дро. в то же время он сам блефовать никогда не будет. туз-5. мы немножко дипы, но он немножко непонятный. на него всего три руки. но, видимо, все-таки рек, поэтому можно было его и затребетить. ну, кол тоже, конечно, не ошибка. он чекает. это для нас хорошо. мы практически играем один на один. но если у нас чеколит, у нас еще есть бэкдоры. эквити есть нормальная. так. туз-3. ой, в фале-3. там рек, который фолдит. 8-7. без информации. никакой защиты. король-2. будем стилить на бб. нам не дали стилить, поэтому пас. опять этот рек. такой борт лучше поставить. я выкидываю лучшие руки. туз-ыксы. у фиши регов. конечно, нормальные реги бы их не выкинули. но тут против мсс-ника выставление, конечно. у него буби. буби выиграли. балет 7 рука хорошо подходила для скивиза, но как я говорю, без информации не буду ничего делать. агрессивного. с четверкой нам нужно цбатить. получаем рейс, чекрейс. не защищаемся. у нас для этого будут гораздо лучше руки, чем третья пара. снежинка из узбекистана. отдаем ей банк. дама 8 будем стилить. на бб типа рек. 3-2 на бб. чувак фолдит. ну, за 6 руку не сыграл ни одной руки. значит, это скорее всего. типо рек. тайтовый. потому что на зум 10 сет тайтовый. с дамой сыграем чек behind. мод можно ставить. на ривере я не знаю, с чем он там может ставить. туз 3. это будет чекфолд. в такой борт. если он чекает behind, то давайте две улицы поставим. если там все-таки карманная пара. какой-нибудь туз 10 он может и выкинуть. ну, не факт, конечно. это регуляр. у него тут девятки, например. да. девятки он выкинет. туз 7. уже какие-то статы начали появляться. можно попробовать открыть. король 5 не будем. здесь чувак не фолдит на стилы. на бб. так. король 4 вроде. за пять рук он что-то выкидывал. думаю, тут можно добирать. можно и чеколд играть. такого слава короля. но без информации я предпочитаю играть самые-самые дефолтные линии. чеколд это чуть более продвинутая линия. туз 8 против кат-оффа. мы, конечно, защищаем. такой борт очень хорошо подходит для чек-рейса. но у меня нет ни одной бубнушки, поэтому я мувить не буду. так. 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 дама 2. пас. если я где-то открываю король 4, но выкидываю дама 2. это просто по ощущениям про оппонента, у которого я стилю. когда статов нет, можно полагаться просто на чуйку. не знаю, как тут рестилят регуляры на взносом 10, поэтому на фулл ринг 10 они рестилят плохо, скажем так. то есть мало. поэтому там блеф трибетить всех нельзя, ой, блеф 4бетить всех нельзя даже на баттоне против бб. нужно, чтобы была информация, что человек умеет блеф трибетить. так, ну, думаю, информации мало. так, у нас чуть-чуть дипы. борт, конечно, не подходит. для cb это, наверное, лучше было чек-фолд играть. я что-то не подумал. просто в этот борт зацепилось вообще все от бортвея до цифрок. я выбиваются в этом только какие-то карманы пары мелкие, у которых я и так банк могу на терне забрать. король 10. думаю, можно открыться. тут никого с большим колопоном нету. здесь на бб фиш предположительно. с королем 10 cb. в эпикдоры будем ставить. не очень большим сайдингом, думаю. достаточно полпота. это т.е. тинопок, это все-таки, видимо, рек. он за двумя столами играет или? да, это рек. так. 7-10, конечно, можно защищать, но пока непонятно, кто это. дайте я всех поотмечаю. дайте я всех поотмечаю. 8-10. как-то не странно. просто он сам никогда не поставит. с шедевелью. а с шедевелью, со второй доехавшей парой. нам нужно добирать, пытаться, по крайней мере. 8-10. тут сидит нит. поэтому можно стилить. будем ставить cb. для чека наша пара слабовато. у король хай забрали. ну, у него там был пакторный флеш, поэтому кол на флапе это нормальный. практически первый лимб за все руки. вот так, ну, здесь наконец-то сквиз. cb. можно было еще чуть меньше сайдинг поставить. супер сухой борт. мы в позиции. так, это японка тоже рек. так. дама 8. дефолтная защита. тут. я не знаю, стоит ли дважды ставить в короля или нет. ммм. чувак похож на рега. можно проколировать даму 10. ну, один cv мы никуда не деваемся. второй тоже. ну, нам доезжает. в сторону. что это за соление? я вообще не понимаю. чеккол терна. если он чекколит терн, у него должна быть на нас там жесткая информация, что мы ставим на пропущенный cb. а я вообще не ставлю на пропущенный cb в 3 бетпотах. если что. это часть моей стратегии, в общем. так, 10.9. ладно. долго думал, пас. просто я думал, кто это, фиш или рег. против рега не очень колоть. 10.9. против фмссника я имею ввиду. так. здесь будем сквизить. на пуш мы все-таки можем найти фолт. даже против мсссника. так. ну, с 300 bpb я, наверное, уйду. просто потому, что я хочу нормально сквизить, а в 300 bpb дипах я не смогу сквизить. ну, вот тут вот, например, что делать с туздамой. это уже печальненько. сквизить в 170 bpb дипах туздаму без позиции. занятие так себе. чем глубже стэк, тем мы должны склоняться в сторону не то пары, а чтобы рукав фолопала, ну, собирала нации. здесь, я думаю, любое-то у нас особо нет. восьмерки нам бы уже не платили. так, сейчас откроем еще один столик. оп. вот, грубо говоря, вот тут вот стэки 100 bpb дип мы можем сквизить. шесть, десять. пас просто. лучше сквизить такие руки, чем просто коллировать без позиции. тузы. чувак из бразилии, наверное, фиш. поэтому можно вставить большой сайзинг. относительно. 2,20. так, тут ставим 2,50, да? 2,60. нормально. конечно, доехал адама 10, но это трипад под sbbb здесь у нас валюбет. на любой action будем сдаваться. я поставил маленький сайзинг, чтобы, может быть, нас и семерка заколлировала сейчас. посмотрим, у него, у него были девяточки, вот. это практически то же самое, что и семерка. поставил бы я бы нормальный сайзинг около пота. он бы выкинул. скорее всего. этого, конечно, не знаю, но скорее всего выкинул. получаем топ-сет. так, против нас непонятно кто. будем ставить. скорее всего, фиш, он играет один стол. теперь будем увеличивать сайзинг. вот у зексов, например, горшот. флэш-дро все равно никуда не девается. можно даже еще больше ставить пот или овербет. конечно, не очень то, что топ-ар у него не может быть, но тут слишком много дров. который нам платит. черн бланковый, так что если он коллировал флоп, он должен коллировать и терн. если у него не король или дама икс, например. белая обезьяна против него. просто бет-бет-бет. с двойками пас. натернем бет. вот если я получу рейс, я скорее всего буду сдаваться. шестерка суперская карта. просто идеальная. в три бет-потах, если падает последняя карта, спарившая, ну, спаренная карта, короче говоря, для нашей оверпары это супер круто. всегда. здесь увеличил сайтинг. на пб сидит, предположительно, хобби игрок. квак, он жестко аммувил, по крайней мере, на фолл ринге он жестко-жёстко аммувил. не хочу ставить, я выбиваю только карманные пары в такой борт. но на бобет-бет-бет карманных пар не так много, поэтому по отношению к другим рукам. шестерки это уже c-бет на value. на любой action сдаемся. не нужно думать, что кто-то там когда-то будет нас брифовать, эксплуатировать. рук ни на кого нет, а если кто-то использует майнинг, ну, пускай, но да, мы это, думаю, просто мне не внушают доверие его статы 30 на 0 на малый рук туз валет, конечно, можно было изолировать так, это из Германии, с неполным стэком непонятно кто, но я на батаре проколирую, конечно туз валет думаю, что я не хочу разгонять этот банк со второй парой и несмотря на то, что часто выйдет плохой терн эти руки бы все равно на флопе бы никуда не ушли нам доезжает на цуля я думаю, как теперь добрать 30 центов отвечать или нет, ну, как как шо там отвечу не всегда у него там флэш то есть конечно будет флэш, но даже против короля мой кол более-менее нормальный нормальный да, еще я заберу иногда, сейчас посмотрим против чего против какой-то шляпы валет 9 у него там было так эй короче, вот у него было валет 9 просто он зачем-то поставил со слабым валетом кто его знает зачем я только хотел сказать, что буду ставить сабет, но получаем донг так, здесь видимо хобби игрок но он из Польши, так что фиг знает из Польши обычно очень мало хобби игроков там одни реги только ну, такую руку мы против регуляра должны защищать вот, я против чека тоже чекаю часто так, тут у нас что? лимпованный ход нужно ставить борт сухой и еще ставить терн в такой ранаут просто потому что совпадение у него на флопе мало у него чаще хай карты на таком терне всех хай карты просто выкидывают стус валет сабетим просто и получаем рейс ну, вот что это может быть я даже не представляю ладно, выкидываю ну, думаю, для начала, для первого видео зума хватит 40 минут мы записали сейчас посмотрим сейчас графики сейчас сейчас короче говоря вот плюс 3 бои за 300 рук вроде мы спокойно стандартно играли просто несколько раз доехали во флаж статы мои 31 на 24 9 3б думаю это около дела статы для СХ все, всем спасибо за просмотр уведимся увидимся 1 2 2 2